В этот день весь мир вспоминает о событиях в Чернобыле. Наши земляки, брошенные на схватку с невидимым врагом, рискнувшие здоровьем и жизнью, встали заслоном на пути дальнейшего распространения радиации. В период с 1986 по 1990 годы из Верхней Салды военным комиссариатом на ликвидацию последствий грандиозной техногенной катастрофы на энергоблоке Чернобыльской АЭС был направлен 91 служащий запаса. 43 человека призвали из Нижней Салды. Сегодня Верхнесалдинское отделение организации «Союз Чернобыль» насчитывает лишь 45 человек. Они пришли. Пришли, чтобы вспомнить о тех страшных событиях. Митинг-реквием открыл председатель городского совета ветеранов Николай Кондрашов. Николай Петрович отдал дань мужеству ликвидаторов аварий, их выносливости и силе духа, выстоять в катастрофе, крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Чернобыльцы склонили головы в знак памяти ушедших товарищей, чьи имена высечены на плите. Последствия поражающих факторов дали знать о себе уже в первые годы возвращения. Приехали, они жить не хотели. Владимира Вязьмина не стало в 2007 году, но каждый апрель его супруга Людмила приходит на митинг. Работал на самой станции. Работали по несколько минут. Вся одежда сразу, все у них это убиралось. Сжигалось. Сжигалось, да. Нельзя было в этой одежде. Я сама была после операции в 1987 году. Разделали аппендицит и пошла попросить, чтобы оставили его хотя бы на несколько месяцев. И то не оставили, забрали. Этим женщинам выпала нелегкая ноша. Преждевременно лишилась опоры мужа и Тамара Лоик. Сердце Ивана Михайловича перестало биться в 2011. Поэтому Тамара Анатольевна помнит каждый день этих непростых лет. Ничего не помню. Никогда не забудется. Тем более боялись они. Ежи предупредили. 24 часа им дали всего на сбор. И предупредили. Если не боюсь, значит тюрьма будет. Лучше было быть тюрьмачем. Потом они все время приехали, все, болели и болели, и болели, и болели. Все время были на группе. Ушедших чернобыльцев помянули минуты молчания. На митинге взяли слово глава округа Алексей Забродин и начальник управления социальной политики Александр Балакин. Они выразили благодарность за терпение и мужество, с которым ликвидаторы последствий аварии, несмотря на тяготы жизни, продолжают за нее бороться. Ведь не секрет, что здоровье каждого из них подорвано. Сегодня осталось всего 45. Видимо, это последствия той невидимой беды, как я уже говорил, не имеющей ни цвета, ни запаха. И оказывает такие определенные воздействия на здоровье каждого из ликвидаторов. В 2016 году на территории Верхнесалдинского округа будет выпущена книга, главы которой будут написаны на основе событий и воспоминаний наших земляков. Будут воспоминания готовить ребята, будут, так сказать, приносить нам документы того времени, фотографии, орденские, так сказать, книжки, которые мы будем переснимать и включать на страницы будущего издания. В завершении митинга собравшиеся возложили цветы и гирлянду к памятнику. Главный урок той трагедии – это уязвимость и хрупкость человеческой жизни. Мы должны более внимательно относиться к себе и ко всему, что нами создано.